Rainbow English учебник, 5 класс, 2 часть, юнит 4, степ 10 и упражнение номер 1. Прочитайте басню Эзопа «Козленок и волк» и скажите, какая же лучшая мораль для нее. Но это мы подберем потом. Сначала читаем, переводим. The kid and the wolf – «Козленок и волк». В русском переводе, если я не ошибаюсь, всегда говорят «волк» и «козленок». То есть сначала волк ставит. A kid lost his way in the wood. Козленок заблудился в лесу. In the middle of the wood, he met a big hungry wolf. Посреди леса он встретил большого голодного волка. First, the poor kid tried to run away, but the wolf was strong and could run better than the kid. Сперва бедный козленок пытался убежать, но волк был сильным и мог бегать лучше, чем козленок. When the kid saw that he was going to die, he stopped and said, I know, sir, that I can't run away from you, and I know that you are going to eat me. Когда козленок увидел, что он вот-вот умрёт, он остановился и сказал, Я знаю, мистер, ну или сэр, что я не могу убежать от вас, и я знаю, что вы собираетесь есть меня. There is only one thing I want to ask you. My life will be very short, so please make it as joyful as it can be. Так, please я вам тут неправильно, ну, с маленькой буквы я просто там не увидела, то наводила слова непонятные, то есть please с маленькой. Итак, переводим. Есть только одна вещь, которую я хочу вас попросить. Моя жизнь будет очень короткой, поэтому, пожалуйста, сделайте её как можно радостной или радостней. Will you play the pipe for me to dance to your music before I die? Поиграйте на дудочке для меня, чтобы я мог потанцевать под вашу музыку перед тем, как я умру. I think you are a wonderful musician. Я думаю, вы чудесный музыкант. The wolf agreed to play some music before his dinner. He thought he was a fine musician and enjoyed performing, even if his audience was just one little kid. Волк согласился поиграть немного свою музыку перед его обедом. Он подумал, что он был... Даже не подумал, он думал, что он был хорошим музыкантом, и ему нравилось выступать, ну, или там, представлять, да, свою музыку, даже когда его аудиторией был только один маленький козлёнок. Он достал свою дудочку, ну, или свирель, и начал играть, а козлёнок начал танцевать перед ним. Very soon some people who were not far away heard the music and came running to see what was going on. Очень скоро несколько людей, которые были недалеко, услышали музыку и прибежали, даже пришли, ну, прибежали в данном случае увидеть, что уже там происходило. They saw the wolf and drove him away. Они увидели волка и прогнали его. Before running off, the wolf turned to the kid and said, I deserve this. Перед тем, как убежать, волк обернулся к козлёнку и сказал, я заслужил это. My job is to kill, but not to perform. Моя работа убивать, но не выступать. Playing music to please you isn't my business at all. Играть музыку, чтобы, ну, скажем, угодить, доставить тебе удовольствие, это вообще не моё занятие, не моё дело. Так, и теперь у нас мораль басни. Первое. Эй, никогда не делайте вещей, если вы их совсем не умеете делать. Второе. Пытайтесь найти путь или способ, пытайтесь найти выход тут в данном случае из любой опасной ситуации. И последнее. Никогда не пытайтесь доставить удовольствие, ну, то есть угождать людям. Ну, здесь у нас вариант, конечно, be, то есть пытайтесь найти выход из любой опасной ситуации. Try to find a way out of any dangerous situation. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...